Это портативный диктофон IBM 224, образца 1965 года. Позиционировался он тогда как диктофон для деловых людей, для записи возможных переговоров, наговаривания текстов, с возможностью последующей распечатки на пишущей машинке. Для этого, почему заостряю на этом внимание, потому что здесь имеется офисная функция, так называемая. Это моментальный возврат на 6 секунд назад для многократного прослушивания последней фразы. Это здесь реализовано с помощью такого движка-переключателя. Как видно, сделан он добротно, красиво. Подкручивается барашек. Диктофон извлекается из кофра. Так он выглядит тоже отлично. Со всех сторон сделан он очень качественно. Сбоку имеется микрофон, разъемы для подключения внешнего микрофона и внешнее питание. Чтобы выдвинуть диктофон из корпуса, для его эксплуатации это необходимо. Нажимается кнопочка снизу, и он выдвигается наполовину. Теперь появляется доступ к тому, чтобы открыть, назовем это кареткой. Здесь фиксатор ее нажимается, и каретка приподнимается вверх. В ней находится механизм перемещения магнитной головки, червячный механизм. Магнитная головка перемещается во время работы от одного края магнитной петли к другому краю магнитной петли. По сути дела, это магнитофон, но запись производится не на магнитную ленту, а на вот такую магнитную петлю шириной 3 дюйма. То есть головка перемещается от одного края к другому медленно, и, соответственно, записывается спиральная магнитная дорожка по всей ширине этой магнитной петли. Всего, получается, можно сделать 10 минут записи на такой диктофон, на такую магнитную петлю, как они выглядят в снятом виде. Для того времени удобная вещь была, то есть их, как и магнитные диски на диктофонах, на некоторых диктофонах того времени, где можно было отсылать в конвертер, это тоже можно сложить вот так вот плоско, вложить в конвертер, это вслать обыкновенной почтой. Считалось удобным и востребованным. Здесь у нас крышечка батарейного отсека, об этом позже. Это регулятор уровня записи. Если петля фон опять вставить в корпус, то у нас открывается доступ к угламу управления. Здесь имеется индикатор питания, уровня питания, выключатель, совмещенный с регулятором громкости, черная – это кнопка включения записи и переключатель на три положения, выключенный, среднее положение включенный и крайнее верхнее положение – это как раз та самая функция моментального возврата на 6 секунд назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре. При каждом мое нажатии головка возвращается на один шаг и это получается ровно 6 секунд назад для повторения последней фразы. Ещё здесь имеется регулятор, то, что мы назвали бы сейчас трекингом, подстройка, механическая подстройка головки по лучшему качеству. Я демонстрирую. 5, 6, 7, 8, 9, 10, одиннадцать. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 12. Немножко качество меняется. Если это нужно делать, если петля записана на другом никтофоне. И ещё имеется вот такое окошечко прозрачное для контроля положения позиции головки. Сейчас я покажу. Окошечко приподнимается, прозрачное, пластиковое. Под ней находится съёмная линейка, вставляется, маркированная, градуированная от 0 до 10 в минутах. И там же находится картридж, вот этот вот движочек, который совмещен с головкой. Картридж, вот этот вот блестящий, прямоугольничек. Блестящий. В котором находятся два маркера, с помощью которых можно делать отметки на этой сменной линейке. Вот этим регулятором он имеет небольшой ход в обе стороны. Если его поднять вверх, приподнимается верхний край линейки, касается верхнего маркера. Если отпустить вниз, приподнимается нижний край линейки и касается другого маркера. Таким образом, на сменной линейке остаются метки. Сейчас я продемонстрирую записи на этот диктофон. Найдем пустое место. Вот так. Ну, вообще запись стирается, предыдущая запись стирается, естественно, автоматически. При записи новой головки универсальной в ней совмещены и записывающие, и стирающие головки. Запись делается, удобно делать вот так, диктофон держать, нажимается большим пальцем кнопка записи, и можно диктовать что-то в микрофон. Проверка диктофона IBM 224, проверка диктофона IBM 224, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, проверка диктофона IBM 224, раз, два, три, четыре, пять, запись на диктофон IBM 224, проверка стоп. Теперь посмотрим, что получилось. Включаем воспроизведение, и тем же движком возвращаемся немножко назад. Проверка диктофона IBM 224, проверка диктофона IBM 224, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, проверка диктофона IBM 224, раз, два, три, четыре, пять, запись на диктофон IBM 224, проверка стоп. То же самое перемещать, искать нужную запись можно, и перемещая непосредственно головку. IBM 224, два, три, четыре, пять, шесть, семь, проверка диктофона IBM 224, раз, два, три, четыре, пять, теперь покажу немножечко его внутренности. Когда у нас диктофон выдвинут из корпуса, можно его, эту крышку, снять полностью. Для того, чтобы его снять, вот здесь нужно расфиксировать фиксатор, и тогда он выдвинется полностью. Это я покажу на другом аппарате. Я его уже подготовил. Уже здесь фиксатор расфиксирован, и вытаскиваю до конца. Вот так выглядит аппарат без корпуса. Вообще, у него есть две модификации. В аппарате 65-го года электросхема выполнена на девяти транзисторах, а в аппарате 68-го года, например, на семи транзисторах, причем они совершенно другие. То есть была заменена электросхема полностью. При этом сама механика, конструкция диктофона остались неизменными. Размеры диктофона в корпусе 154 на 119 на 46 мм, вес 650 грамм, питание 10,7 вульта. Это специальная батарейка, используется. Вот батарейный отсек, она оставляется. Таким образом, вот эта батарейка, размаркирована объем. вставляется и, соответственно, закрывается. В батарейном отсеке во всех диктофонах у него есть вот такие вот сервисные листы. Здесь у него отметки на сервисе и ремонте. Здесь можно посмотреть еще, наверное, будет видно, собственно, червяк. Вот здесь вот, в глубине находится червячный винт, с помощью которого перемещается магнитная головка от одного края магнитной петли к другому. И немножечко подробностей внутренностей на уже разобранном аппарате. Вот эта электросхема. Вот так вот где-то выглядит. Это разобранный аппарат 68-го года. У него печатная плата двухсторонняя. В 65-м году она была односторонней. Также вот добавлю. И вот это вторая половинка. Вот этот вот барабан является ведущим. Именно он вращает магнитную петлю. В нем находится внутри электродвигатель с редуктором на оси шестерня. На оси червячного винта также шестерня. И передача производится с помощью резинового пасека. Назвать его ремнем, наверное, более правильно. Который надевается на шестерне. Вот такой ремень достать очень трудно. Я не нашел второй. В результате у меня на два в общем исправных диктофона, которые находятся в рабочем состоянии. Это вот 65-го и 68-го годов. У меня всего один такой ремень. Вот он установлен сейчас в данном случае на аппарате на ритм, который я демонстрировал. А заменить его проблематично на что-то другое. Ну, добавлю еще, что видимо эти аппараты были достаточно востребованы. Производились они в течение нескольких лет. действительно, для использования в качестве диктофона в то время это была очень удобная вещь, потому что у него есть реальные положительные стороны, преимущества по сравнению с катушечными диктофонами. Во-первых, размеров. Размер он действительно очень маленький. Во-вторых, здесь нет проблемы с перемоткой ленты. Просто нажимается на фиксатор и головка перемещается в любое положение записи буквально моментально. Это делается очень легко. Проблема снята. Это основное его преимущество. Недостаток, конечно, это то, что много времени уходит на замену магнитной петли. Всего 10 минут записи может оказаться недостаточным, а магнитную петлю так же быстро, как заменить, допустим, компакт-кассету не удастся. Подробнее об этом диктофоне можно посмотреть, почитать на странице на моем сайте. Ссылка есть в описании к видео.